Вы слушаете Радио России Ульяновск. С вами Наталья Якузна. Добрый вечер. Симбирские миниатюры. В передаче «Симбирские миниатюры» мы рассказываем о делах давно минувших дней и о преданиях старины глубокой. В нашем случае это не былиные не сказки, а краеведение, то есть реальные факты из истории Симбирска. Сегодня мы познакомимся с краеведом Вячеславом Ильиным. Он один из авторов топонимического справочника-путеводителя по старым улицам города Симбирска. Интересная и местами даже забавная работа. Я имею в виду смешные названия старых, еще дореволюционных улиц. Например, собачий переулок или вшивый рукав. Интересно же знать, сколько улиц было в Симбирске. Какие из них сохранились, какие исчезли, много ли старых названий осталось до сих пор. Вячеслав Ильин по профессии инженер. Работает в конструкторском бюро приборостроения. И в работе он такой же точный, я бы сказала, дотошный. Я спрашиваю его об улицах, а он просит уточнить. Ведь, как выяснилось, старинные понятия улица имеет 15 категорий. Это и набережная, и порядок, и дорога, и бульвар, съезд и въезд, и тракт, и даже рукав, и так далее. Ведь раньше светофоров не было, и категории улиц говорили сами за себя. Для начала мы познакомимся с Вячеславом Ильиным. Я поинтересовалась у него о том, как он, инженер, увлекся краеведением. И давно ли занимается этим увлекательным делом. Я закончил Новочеркасский политехнический институт. Учился на электромеханическом факультете. Закончил его в 1966 году по специальности математические счетно-решающие приборы и устройства. Так называлось то, что сейчас скрывается за понятием вычислительная техника. В 1967 году я выбрал при распределении город Ульяновск. Так мне он понравился по сравнению с Подмосковьем или Минском, или какими-то другими центральными городами. Потому что он находился на Волге. А я вырос в Ростове-на-Дону у реки. И поэтому Волга меня прельстила. Я здесь был в 1959 году. Сознательно выбрал Ульяновск. Работал я в Неймарсе в то время. И в первый же день я вышел, когда на бульвар Новый Венец, увидел Волгу, большое водное пространство и удивился, услышав о том, что здесь были острова. Для того, чтобы выяснить этот вопрос, я обратился. Рядом находился дворец книги. Обратился туда. Направили меня в краеведческий отдел. И я познакомился с Ниной Ивановной Никитиной. На мой вопрос она сразу мне выдала книгу «Посмотреть Мартынова. 250 лет Симбирска». Там были две карты, которые, в принципе, ответили мне на все то прошлое города и самой Волги. С ее островами и деревнями, с аллободами, которые потом исчезли. С этого, в принципе, и началось то, что называется краеведением. А я до этого, в общем, такого слова особо не знал. В силу того, что занимался совсем другим. В Ростове я, например, исследовал разрушенные дома послевоенные. В Анапе мы искали остатки, исследовали турецкой крепости. То есть истоки какие-то были уже заложены в детские годы. Поэтому история города Симбирска, она заинтересовала меня, ну, сколько, 67-33, больше 50 лет назад. И с этим я и занималась. Благодаря Нине Ивановне Якитины. Как ее называли, добрый ангел Симбирского ульяновского краеведения. Ей большое спасибо. Человек с юмором, который поддерживал все мои дурацкие вопросы. Наивные или какие-то еще. А какие темы вы изучали? Какие из них любимые? Вы где-то публиковались? Во-первых, я краеведением, как сознательно тогда, не занимался, а занимался филателлией. Когда я в Ульяновске очутился, меня интересовала история Симбирской почты. Значит, с этого началось мое хождение в областной государственный архив. Я занимался делами почты. Знакомился с теми людьми, которые увлекались подобными темами. Филателлия или история почты, или история Симбирская. Постепенно накапливалась информация, записывал ее. Через какое-то время начал ее систематизировать, чтобы более оперативно можно было ее использовать. В результате этого, само собой, получился довольно большой объем информации по истории города, истории улиц. И тут я познакомился более контактно с Татьяной Петровной Волошиной, директором Государственного архива, которая занималась историей улицы в силу своего служебного положения и составила определенную картотеку. Я проработал эту картотеку. Набралось очень много систематических знаний. Структурировал я их более или менее. И познакомился на одних из краеведческих чтений с Рассадиным Александром Павловичем, с которым я уже 18 лет контактирую. Пишем мы с ними у нас общие работы под городской топонимии на базе ульяновских улиц, терминов и истории города Симбирска-Ульяновска. Поэтому были у меня публикации по истории филателии в Симбирске. И в 2001 году вот три автора, Ильин, Рассадин и Волошина, с этими фамилиями, вышла книжечка «Кроведческий справочник-путеводитель Симбирск-Ульяновск». Первая была публикация более или менее называлась она «Кроведческий справочник-путеводитель. Выпуск первый». Это храмы и кладбища. Неожиданно так получилось, в силу того, что я познакомился с одним религиозным деятелем, и как-то вычленилась именно информация по этой теме. Это было привязано тоже к истории города, потому что их вычленить нельзя было в то время. И количество церквей в провинциальном Симбирске поражало. По разным подсчетам это было от 17 до 20. Все зависит от того, как считать. Это и приходские церкви, это домовые церкви, это полковые церкви, это церкви при учебных заведениях. И даже частные вот эти домовые церкви, они были у более состоятельных людей. Ну и естественное кладбище, которое были общие, привязаны к конфессиям и национальные. Татарское, еврейское кладбище, лютеранские какие-то захоронения и так далее, и так далее. Поэтому вот были такие публикации. Потом появились публикации, связанные с историей города, отдельные темы в сытинских чтениях. Расскажите о книге «Симбирские улицы старого города». Сколько лет и где вы собирали материал для этой книги? Помогли ли вам старожилы-ульяновцы? Сколько лет я собирал материалы? Да практически для этой книги где-то год ушло. Она все так интенсивно набиралась, набиралась. И эта книга, она не зря называется «Топонимический лексикон». То есть, это чистая топонимика отвечала на вопросы, почему эта улица так названа, когда она возникла с этим, и сколько лет существовало, какое время с этим названием, и почему она была переименована. Вот это то, что входит в понятие «Топонимический лексикон». На тот момент для этой книги использовались материалы, прежде всего, Государственного архива Ульяновской области. Это карты, планы города с 1780 года и по советский период. Причем дореволюционный период гораздо более представлен и более подробно дает информацию по городской инфраструктуре, по всем улицам, переулкам, спускам, съездам и все прочее. Значит, по сравнению с советским периодом, это как небо от земли. Тогда они более, что ли, не зацикленные на каких-то там секретностях или все прочее, делали то, что требовалось населению. Прежде всего, это были периодически обновляемые планы, как планы, утвержденные императорами Екатериной Второй, Николаем Первым, так и министрами внутренних дел. То есть, это были серьезные документы, которые были на тот момент определяющими и фиксирующиеся текущее состояние города, и перспективное развитие планируемой кварталы города Симбирска, планируемые улицы. Не все, правда, реализовывалось быстро и в полном объеме, но этот именно был тот материал, который лег в основу этих всех книг по истории улиц. Первое. Второй основной источник – это журналы Симбирской городской думы. В советское время это решение Ульяновского горосполкома или райсоветов, райсоветов Ладарского района или каких-то других районов, когда они появились в городе Ульяновске. Сопоставление этих данных и легли в основу и топонимического лексикона, и всех последующих публикаций. Ну, а в отношении, как помогали живые люди, то, как ни странно, тут минимум помощи. Первое. Люди не очень компетентны в этих вопросах. Он живет на этой улице 30-40 лет, знает то, что у него под боком. Объяснить, почему он это не может и не интересовался. Поэтому они как дополнительный источник информации. Вот, например, Лесная улица. Она была в 30-е годы, в 20-30-е годы. Ей присвоили улицы имени Варга. Это комиссар интернационального полка гражданской войны, который освобождали Симбирск и так далее. Бабушки и дедушки, которые в то время еще были живы, знать не знали о такой фамилии. И то, что они живут уже полтора года на улице имени Варга. Лесная, это Лесная. Ну, все. Потом это название тихо ушло. Кануло в песок, и никто больше не интересовался, каким образом улица Варга опять стала лесной. Не администрация, но и тем более жители. Эти все вещи, они проходят как-то так. И сегодняшняя практика переименования улиц, она только подтверждает, что за исключением редких общественников, музейных работников, краеведов или каких-то других, которые более компетентны в этих вопросах, с предысторией знакомы. Значит, да, большинству все, как говорится, до лампочки. Так сколько раньше в Симбирске было улиц, переулков, тупиков и так далее? Здесь надо конкретизировать, сколько было. Когда было? До 1917 года? Или советский период, там, с 1917-18 года до 1995 года? Потому что они четко разделяются по своим, что ли, проявлениям. И еще, что понимать под улицами, переулками и так далее? Потому что все называется улицей. Прежде всего, если говорить о каком-то научном подходе, то всегда нужно исходить из определяться терминологии, определить понятия, чтобы не было смешения этих понятий разными людьми. И что получается? Улица, и все улица. Но я беру планы города, дореволюционные, и это появляется, там, масса названий. Например, 15 категорий или типов улиц, которые существовали в дореволюционное время и в советской. Вот вместе. Я прочитаю их, как они идут в алфавитном порядке. Бульвар, взвоз, дорога, набережная, переулок, площадь, порядок, проезд, проспект, съезд, тракт, тупик, улица, шоссе. Это все элементы городской структуры. Причем их название определяло и обозначало или предназначение, или даже характер. Съезд – это смоленский съезд, взвоз, там, Петропавловский взвоз, Литимарсовский спуск. Они определяли направление движения. То есть, если я поехал на красный свет, на взъезде, а сверху кто-то спускается, то этого не было. Светофоров не было, но люди знали, что это спуск, и никто снизу не поднимался. А теперь что получается? Все улицы. Улица набережная. Есть Кашенка, деревня Кашенка, между Буинском и Ульяновской, значит. И смотрю, что такое на трафарете уличное, на доме написано «Улица – большая дорога». Это что? Исходя из каких норм русского языка или понимания вот этих терминов, категории, почему улица – дорога? И вот эта неграмотность, она прослеживается только в советское время. Смешение понятий и поддерживается сейчас. Сейчас это улица набережной Свияги. Но набережная – это улица, которая имеет одностороннюю застройку. С другой стороны, всегда находится какой-то водоем. Поэтому набережная реки Свияги. Почему улица? Почему улица – университетская набережная? Это путь на совести городских властей, комиссии по переименованию улиц, которые этим делом занимаются. Если говорить об улицах, то тут надо говорить «Улица – физический объект» или наименование улицы. Это разные понятия. И они и должны быть разделены. Улица – это есть элемент городской инфраструктуры. Она может иметь от двух, трех и до 14-12 наименований, которые в разное время или стихийно, или по решению городских властей появлялись. Улица Минаева. Она имела больше десяти наименований за все период своего существования. Как один и тот же участок назывался по-разному. Баранья улица, Баранья-Слободка, Солдатская. Или же эта улица в советское время начала делиться на какие-то отдельные участки со своими именами. И всегда это были имена каких-то деятелей. Мы коснемся еще вопроса о том, каким образом появлялись те или иные названия в тот или иной период. Поэтому говорить о том, сколько чего было, здесь лучше сказать так. По какому-то периоду я могу сказать, сколько было наименований. Я из всех вот этих 15 категорий могу вычленить наиболее распространенные улицы, переулки и площади. Так вот, исчезнувшие наименования, те, которые были улицы. До 17-го года было 194 наименования. С 17-го по 95-й 270 наименований. Это сразу уже эти цифры говорят о том, откуда столько наименований. Да городские власти, в силу какого-то там ролик-классового подхода интернациональных мировоззрений, улицам присваили имена людей. Это наплодило массу переименований. Сегодня он герой, завтра он враг народа. Или о нем все забыли. Он был хороший человек, известный в тот период. Но прошло 10-15 лет, и все забыли о этом Самойлове, например, именем которого была названа улица. Может быть, он был замечательный человек в 18-20-х годах. Все должно определяться по другим критериям, по которым сейчас существует выбор того или иного названия. Переулки. До 17-го года 93 наименования, а в советское время 217. 20 наименований площадей. До 17-го года, дореволюционный период. И в советское время 16 наименований. Ну, физически существующих объектов, ну, раз в пять поменьше. Для того, чтобы оперировать этими всеми вещами более или менее грамотно и безошибочно, на сегодняшний день я состоял базу данных. Компьютеры это позволяют из специальной программы без базы данных разбираться в этом деле. Несмотря на то, что существует реестр улиц, пополняется с 1990 года. Но без компьютера это очень сложно. Отсутствие этой базы данных, на которую постоянно надо ориентироваться, приводит к появлению однотипных наименований чуть ли не в том же городе, повторению наименований с разными вариациями, бессмысленные наименования и так далее, которые, если ты имеешь общую картину, ты всегда можешь более объективно и грамотно принимать новые решения. Такого нет. Эта база у меня есть, я ее в областной архив дал, поскольку с ним постоянно сотрудничал. Ну, особого пользования нет. И вот здесь, говоря об исчезнувших наименований, есть еще неинтересный фактор. Улицы переименовывались, исчезали, появлялись с новыми названиями. Но есть улицы в городе Ульяновске, которые сохранили свое первичное наименование. Их этих улиц мало. Но я считаю, что это как памятник, который нужно сохранять. Прямо на табличках писать, что улица именуется с 1800 какого-то года. Вот их всего 8 штук. Улица Буинская, улица Карамзинская. Буинская на севере. Карамзинская, это в районе уже туда, Закендяковка, в начале Кендяковка. Корсунская там же. Улица Лесная в центре города. Молочный переулок. Это самый старый в центре города. Ходить по нему надо вообще в мягких тапочках, чтобы сберечь улицу. Набережная реки Свияги. Причем, та набережная реки Свияги, которая сейчас существует и с тех времен, имела на другой стороне тоже набережная реки Свияги. Значит, ну хорошо, тогда было другое поселение, и у них свои были критерии. Живем на Свияги, поэтому, естественно, потом, когда объединили, они потихоньку исчезали. Новый венец, бульвар, он менял свое название. Точно так же, как улица Лесная имела название в Арге, но она так и осталась лесной. Точно так же и Новый венец, первоначальное название, сейчас Новый венец, несмотря промежуточные какие-то были названия. И пожарный переулок. Он был полицейским, монастырским переулком. Тоже было связано, там было полицейское управление, и рядом с Пасским монастырь он все время был пожарным. И в массе народа, значит, оно как пожарный переулок, значит. Почему? Ну, пожарная часть была там. Симбирский лексикон включал в себя 696 наименований. Физически, конечно, было меньше. Это вот 2001 год, 696 наименований. Физически раз в пять надо поменьше у этих брать, чтобы объектов сколько было. На данный момент в базе данных имеется 2120 наименований. То есть, получается, в три раза, больше, чем в три раза, увеличилось количество наименований 67-го года. За счет чего же это может? Сразу вопрос, откуда? Ну, естественно, Росгорода, раз. Второе. Многократные переименования городскими властями одних и тех же улиц. Третье. Это включение в состав города Ульяновска, поселения города Ульяновска, всех поселений, которые раньше входили в Ульяновский район или в южную часть города, как отдельные поселения. Их включили в город, и в этом плане появилась масса одноименных улиц. Их в базу данных включаешь. А в базе данных существуют официальные улицы, исчезнувшие улицы, неофициальные в народе существуют. Тот же самый вшивый порядок или там собачий переулок. Улицы, которые планировались, были на слуху, но так и не появились. Поэтому вот эти все улицы, которые 2000, они структурированы по наименованиям, по своему происхождению, по местонахождению и так далее, и так далее. Из этих 2120 наименований существуют сейчас в базе данных, существуют улицы. Это уже физически существующие улицы, по которым можно пройти в разных районах города. И в Луговом, и в Воротаевке, и в Кротовке, и в Погребах. 1178 наименований. Из базы данных можно вычленить 344 наименования, те, которые не сохранились. Дореволюционные наименования. Они всегда говорят о том, что это за улица, где она была, когда она появилась, и почему она появилась так. Улица Инвалидная, улицы Шатальные, Анинкатский переулок, Базарная, Баранья-Слободка, Богоевленский, Всесвятская, Выгонная, Патропавловская, Сборная, Синная, Солдатская, Тимарцевский, Сугуна и так далее. Грубо говоря, вычленить можно это или по наименованию церквей, которые находились, или это в соответствии с рельефом местности, подгорная там, или какая-то чугунная, или чугунный завод, яблоки, чугунка, которые были, сады, есть много толкований, значит, да. Или же по фамилии и имени домовладельца, который жил и был, что ли, знаковым на этой улице. Зотов переулок, Зотовский переулок или тот же самый, значит, Анинкатский переулок. Советские несохранившиеся названия, 549 наименований, то есть те, которые ушли, улицы были. Некоторые потом появились заново. Это Будённый, Водников, Провианская, Берия, Кладбичинская, Портовая. И вот интересные улицы. Была первый поворот Ленина и второй поворот Ленина. Почесав затылок, можно пофантазировать по происхождению этой улицы. Может, была улица Ленина, значит, да. Ну, первый поворот Ленина был у него в политике, второй поворот Ленина. И к чему мы пришли? К какой прямой дороге к коммунизму, значит, да. Второй узенький, третий артиллеристов, полевая, третья квартальная, Адлера, армия труда, артиллерийская, Чехова, Чечеринская, Щерса, Южная, Ярославская, мыльный порядок и так далее, и так далее. Эти улицы появились в советское время и исчезли в результате застройки, в результате переименований, в результате сноса. У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю вечернюю передачу. Сегодня наш собеседник, ульяновский краевед Вячеслав Ильин. Он рассказывает о справочнике путеводителя по старым и еще дореволюционным улицам Симбирска. Мы продолжаем интересную беседу. А можно ли по названию улиц дать характеристику самому городу Симбирску? Кто в нем жил, в каких районах, чем занимались горожане? Конечно, можно. Город Симбирск имеет там несколько толкований по происхождению. Хан, татарский Симбир, горы там и все прочее. Барашков на эту тему много чего написал. То, что считается у нас ученым-топонемистом, преподаватель пединститута. Он это объясняет, все это дело. Но если раньше характер деятельности выражался в названиях улиц, улица Заводская или Канатный переулок, это продолжение от улицы Гагарина и вниз туда по Карла Маркса к кладбищу. Он назывался Канатный переулок или Заводская. Почему? Потому что там был до революции Канатный завод Бабушкина. Происхождение улицы было профессиональное. Ведь улица локомотивная сейчас, локомотивное депо. Поэтому не только улицы, районы. Район УЗТС, район Заволжи был ОСМЧ, особая строительная монтажная часть. Характер, то, что являлось определяющим для данного района предприятием, организацией какой-то, это в этом случае переходило на карту города в названиях этих улиц или района. Расскажите о старых центральных улицах Симбирска. Если исходить из того, что сегодняшние центральные улицы – это Гончарова, Карла Марса, Спасская советская бывшая, Льва Толстого, Ленина и бульвар Новый Венец. До революционного времени гораздо меньше улиц входило в понятие «центральная». Это бульвар Новый Венец, Гончаровская или Большая Саратовская. Центральная улица, они тоже были жертвами всяких переименований, но они были оправданы. Вот, например, улица Гончарова носит свое название с 41-го года, с 1 января 41-го года. А до этого, первое ее название, до 1800-го года ее не было названия, она была безымянная на плане. А потом появляется Саратовская улица на планах до 43-го года, 1843-го. Саратовская – Большая, Большая, Саратовская, тут слова менялись, значит, порядок. Или просто Большая улица – это все до 912-го года. В 912-м году и до 18-го это была улица Гончаровская, потому что юбилей Гончаровой. И с 18-го до 40-го года улица Карла Маркса. А потом улица Карла Маркса перешла на улицу Лассаля, которая в 41-м году, она поменяли название, Карл Маркс перескочил на Лассаля и стала Карла Маркс, сейчас она Дворцовая, а та стала Гончаровская. Ну, вот Карла Маркс, Мясницкая улица, Дворцовая, Лассаля. Значит, потом я сказал, что были продолжения Заводской и Канатный переулок. А вот Спасская улица, она как была Спаской до 18-го года, так и была Спаской. Почему Спасский монастырь? Он давно существует, значит, как он появился и появилась Спасская. А с 18-го до 2011-го года появилась Советская улица. Тоже оправдана, потому что в Доме офицеров, Уездная земская управа, там была провозглашена советская власть. Советские органы находились в домах, там, в Губернаторском дворце на Карамсинском переулке. Здесь как-то оправдана. Ну, улица Льва Толстого имела два названия, Свияжская, Покровская, Тож, и все. Больше не было. Соленина, Большая Свияжская, Московская улица, переходящая в Московский тракт, ведущий туда, на Москву. Бульвар Новый Венец с 59-го года ее существует, а до этого она была как Набережная Верхняя, Верхняя Набережная, Новый Венец, площадь Республики. А какие улицы мы потеряли навсегда, например, на Волжском Касагорье в связи с масштабным строительством того же Мемориального центра? Улицы Заволжских Слобод, часовни, каналы, Королевки при создании Куйбышевского водохранилища. Отдельная тема, малоизученная. Я занимаюсь этим постоянно, потому что живу в Заволжье. До сих пор не могу назвать, где находятся некоторые улицы, которые физически существовали. Они идут в перечне избирательных бюллетеней, списки в выборах Верховный Совет. С этим делом тогда было строго, и поэтому, если там написано, что улица 12 декабря в Нижней Часовне или просто в Часовне до определенного времени, то, значит, она была, но где точно, могу приблизительно только сказать. То есть, это малоисследованная тема. Улицы Подгорье тоже исчезли при создании Куйбышевского водохранилища. Они были снесены, даже если не были затоплены. Улица Приволжская, улица Плодовая, они сейчас проходят там, где пляж, где там речпорт и так далее. Но мешали по плану города реконструкции, они должны быть снесены. Улица в центре города при строительстве мемориальной зоны. Просто улица Стрелецкая или улица 25 октября, или улица Ульянова, последнее это название. Снесли ее во имя сохранения памяти Ленина. Два-три дома, в которых родился дом Прибыловской, флигель, в котором родился там Дмитрий Ульянов. И все, улицы нет. А улицу надо было сохранять именно как память о том времени, когда там жили Ульяновы. Ну ладно, сделали, снесли кучу всяких улиц, значит, там и так далее. Потеряли центр города, очень типичный, типичная улица провинциального города. Зеленая, хорошая, красивая, со своей историей. Улицы в центре города при строительстве центра гражданской авиации. Тоже были снесены Провианская улица, переулки Провианские, масса всяких переулок туда, которые идут ближе к проспекту Нариманово, улицы Кролюнецкого. Исчезнутые улицы Подгорье, здесь больше 20 их, этих улиц, я просто перечислю, как официальные, так и неофициальные. Блинный переулок, переулок Володарского, Лепешинский переулок, Луговой, может быть Лепешинский и Блинный, это одно и то же. Была какая-то там забегаловка, стояла внизу примерно, как вот спускаясь от филармонии вниз. Вот там был до революции Сахарный переулок, значит, и были какие-то забегаловки, где собирался трудовой народ отмечать свои какие-то там даты. И блины там, видимо, были, или Лепешки. Луговой, Плодовый, Приволжский, Степана Разина, причем Степана Разина сначала называлась Стенки Разина, как по песне. Но, очевидно, кому-то подсказалось неблагозвучным и стал он Степаном. Хотя, может быть, весь народ его Стенькой все время и кликал. Ягодный, Володарского, Железной дивизии спуск, Красных партизан спуск, спуск Крутой, около филармонии туда идет. Даже простой этот спуск, который сейчас безымянный, назывался Тутавский, Духовской, Духовский, Владимирский спуск, Портовый спуск, Пролетарский спуск, Рабочий спуск, Софьи Перовской, спуск Трудящихся и так далее, и так далее, и так далее. А современные названия улиц вам нравятся? В 1989 году было принято решение форисполкома о появлении новой улицы в Кендяковке, которой присвоят улицы имени Евгения Ефимовичкина. Евгений Ефимовичкин – это выпускник 62-й школы, погиб в Афганистане и награжден Орденом Мужества. В 1989 году, 30 лет назад, присвоена была эта улица. Когда я конкретизировал там улицы по Кендяковке, я смотрю, что такое. Улица есть, а на карте ее нет. Оказывается, нет такой улицы. В результате какой-то определенной моей деятельности, значит, эта улица была затверждена и внесена в реестр улиц. Она не была включена. И все. Я писал письмо. Как же так? Есть улица, есть решение, вот реестр, вот документы, которые... А улицы нет. Это что, патриотическая работа? В 62-й школе есть музей патриотический, где все молодые ребята, погибшие в горячих точках, тот же самый Ефимовичкин, они там фигурируют, проводятся там мероприятия со школьниками и так далее. Мать Ефимовичкина устроила небольшой мемориальный комплекс на пустом месте, который не нравится окружающим жителям. Мать своими руками сделала это самое, помогли ей. Там 5 человек погибших учеников этой школы, в том числе и ее сын. Улицы, как таковой, нет. Это сложно, но есть проезд. Можно на этой школе и тут на торце этого здания написать проезд, улица, там Ефимовичка, Наталья, но доведите дедов до конца. И ничего дальше не последовало. 30 лет. Вся предшествующая работа, больше 2000 наименований улиц, они требуют того, чтобы это осталось. Поэтому я все время сейчас работаю над книгой улицы Ульяновска «Краткий справочник-путеводитель», где 2120 наименований. И вот недавно в этом году последние наименования добавились. Появилась площадь волонтеров имени Светланы Анурьевой и улица Виктора Салатова в Лаишевке. Площадь волонтеров – это рядом Аквамолом. Улицы – это город, название – это история. Улицы – это здания, это события, которые происходили на этой улице, это люди, которые там жили, это предприятия, это организации, это школы и так далее. Поэтому короткая улица, она может занять 30 листов. Улица Крымова как раз и занимает около 30 листов. Почему? Короткая – это бывший западный край Ярмарочной площади. Когда появилась улица Шевченко, потом из нее вычленили улицу Крымова, значит, да, там были приходские училища, которые открывал Ульянов Илья Николаевич, значит, да. Там есть предприятие, приборостроительный завод УКБП, где я работаю, конструкторское бюро приборостроения со своей историей. Там был артиллерийский полк, там был тюремный замок на углу Гагарина и Крымова. Там осталось еще деревянное здание. Иногда по длинной улице, где стоят много домов, писать нечего, особенно по Новому городу. Или неизвестно, что писать. Даже я не могу назвать, когда эта улица названа. Многие документы даже с советского периода не найдены. А что писать по всем этим луговым погребам в Воропаевке или там Кувшиновке, или районы, как они называют. Между деревней Кувшиновка и Луговом 10 лет назад появился район Ногодетных, где появилось, они сразу зашарашили 90 улиц наименования и переулков. Причем опять никто не может сказать, почему улица Владимирская. Это что, в честь этого князя Владимира или Владимирская церковь там будет? То есть есть современные названия, по которым нельзя объяснить их появление. В честь чего? В честь какого человека, события и так далее, и так далее. В этой книге пытаюсь что-то сделать. Каждую улицу существующую описать. Ввести все в таблицах существующие, неофициальные. И плюс еще планы города. Карты транспортных сообщений, как проехать по теме церковь. Потому что это краткий справочник и путеводитель. Если я пишу улицу, например, Лихачева, как доехать, где она находится, когда она появилась. И карты дают мне представление о динамике развития города Симбирско-Ульяновска на протяжении 200 лет. 250-300 лет. Как он расширялся, как он появился. Сегодня участником передачи «Симбирские миниатюры» был ульяновский краевед с более чем 50-летним стажем. Вячеслав Ильин. Мы говорили о старых улицах Симбирска. Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Александр Филатов. Спасибо за внимание. Берегите себя. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин